Роман Терманович, что вы можете рассказать о новом законе, принятом в Верховном Урале о социальной поддержке детей-сирот? Здравствуйте, спасибо, что приехали к нам. На самом деле, действительно, прокуратура внесла это предложение в Верховный Урал. И я, на самом деле, его могу оценить положительно, поскольку мы понимаем, что проблема с обеспечением жильем нуждающихся семей детей-сирот или оставшейся без попечительства родительского, то здесь, да, она будет решаться, эта проблема. Но тут же есть у нас и несколько вытекающих отсюда вопросов. Первое. Очередь большая, достаточного количества квадратных метров жилья не вводится у нас в Туве, да? Поэтому образовываются очереди, они очень длинные. Для того, чтобы это немножечко разгрузить, соответственно, придумали вот эти сертификаты. Когда семья за 25 лет, там, у них есть семья и так далее, получат сертификат, они, соответственно, смогут самостоятельно выбрать то или иное жилье на вторичном рынке, на новом рынке, неважно, есть ли какие-то накопленные средства, там, иные, там, заемные средства, и приобрести, тем самым, снимая с государства вот эту нагрузку, когда человек стоит очень долго в очереди и так далее. Это все направлено для того, чтобы этот процесс разгрузить. По предварительным подсчетам, как утверждают эксперты, это позволит где-то на процентов 20 ускорить этот процесс. На самом деле, в ряде других регионов подобные законопроекты тоже, значит, приняты, допустим, в республике Бурятия, поэтому я считаю, что это абсолютно адекватная нормальная мера, и к ней надо отнестись абсолютно адекватно. И еще, у меня есть такое мнение мое личное и моих коллег по поводу того, что может произойти удорожание даже, может быть, квартир, потому что люди сейчас получают сертификаты, значит, агентства и так далее, люди узнают, что может, скорее всего, это что-то купить, и будут поднимать цены. Но это, опять же, из области моих предположений. Вот как-то так. Хорошо, а известно ли точная сумма сертификата? Такой информации, увы, не владею. Да, и на самом деле интересно, мы обязательно это узнаем, и надеемся, что, может быть, это будет в стоимости, как бы, оцененного среднего жилья, там, однокомнатной, двухкомнатной квартиры, да. Это надо смотреть, узнавать, я думаю, мы с коллегами с Верховного Хурала свяжемся, поинтересуемся, в том числе, даже и у прокуратуры. Когда этот закон вступит в силу? Этот закон вступает с момента, значит, опубликования Верховным Хуралом соответствующего документа, постановления и так далее. Он сразу же начинает работать, как разместиться в газетах у нас, в республиканских. С того момента он уже вступает в силу и подписан председателем Верховного Хурала. Вы уже сказали, что при разработке закона учитывался опыт Бурятии. Да. Насколько он был успешен? Вообще есть какая-то информация? Ну, если мне память не изменяет, я, опять же, где-то приблизительно в этих же цифрах, в районе 20%, это позволило ускорить. Если у них это на 20% ускорено, то я думаю, что у нас, может быть, где-то тоже в районе 15-25% будет ускорение. Строиться надо больше жилья, строить надо больше возводить, в федеральных программах участвовать, потому что у нас в этом есть вопросы, проблемы. Я надеюсь, они будут решены. Очередь очень большая.